Весь твой опыт, теоретические знания, да, то есть у каждого сорта есть свой, как бы, характер, уровень кислотности, алкоголь, да, то есть, ну, разные нюансы, по которым, даже цвет, да, по цвету тоже можно очень много уже сказать по вину. Из скольки наименований вам нужно было определить четыре? Ну да, конечно, вин очень много, да, но все-таки в таких конкурсах, да, конечно, они более-менее дают классику. Как же так могло случиться, что из такой невинодельной, ну, несмотря на какие-то наши локальные все-таки успехи, страны, как Латвия, вышел лучший сомелье мира? Судьба, говорится, да, сорови, как французы говорят, жизнь. Ну, оригинальный план был идти изучать языки, но, как бы, вот так получилось, что не попал там, где должен был попасть или не должен, оказывается, и я решил просто в 99-м году уже пойти в Ригу. Ну, кто-то мне сказал, что в Риге есть такая школа, Registurism School, она уже больше нету, но там были, да, два года, то есть ты смог изучать профессию официанта и бармена. Ну, как бы, мне это все понравилось, язык был хорошим уже, английский, немецкий, мне всегда нравилось работать, коммуницировать с людьми, я решил, почему не попробовать. И попал уже после первого курса попал в Винценте в ресторане, как практикант, там я, конечно, встретил Мартинша, да, Ритинша, и, ну, конечно, открыл для себя мир гастрономии, и, логично, уже через несколько лет вино, и Мартинш тоже мне дал очень много возможностей. Это мы говорим о Мартинше, Мартинш Ритинш, и увидел мир, увидел гастрономию, да, был в многих прекрасных ресторанах и полюбил эту сферу. Сейчас, я не знаю, преувеличение это или нет, вот ответьте, говорят, что для Раймонда сегодня открыты, представьте себе, все двери всех ресторанов мира. Человек со званием чемпиона мира, лучший сомелье мира, может вообще в любом ресторане, в каком только хочет, приходить и работать, но он остается в Латвии. Это так, и почему? Да, ну, в принципе, конечно, я патриот Латвии, я патриот своей команде, вот, Ресторанс Баренс, да, у нас прекрасный проект, прекрасный ресторан, прекрасная команда. Есть какое-то вино, которое вы еще никогда не пробовали, но мечтаете попробовать? Ну, наверное, есть достаточно много таких вин, но мне очень бы хотелось попробовать вино, которое из 19 века. Сейчас погуглю сразу, да, так, так, так. И такие вина есть, есть такие вина, ну, то есть вино вот из такого, скажем, века и настолько старый, да, просто дает возможность почувствовать вот историю.